Дальше в окне кто-то должен бегать. Дверь запираем вот так. Камеры, так понимаю, лучше всего держать в данном... ААААЯЯ! Чёрт, я не ту дверь закрыл! Чёрт, я хрена побежала, видали? И всем море приветов, Нептун, это я. Мы сегодня будем продолжать проходить эту новенькую офигительную ФНАФ пародию от аниматора. Это довольно неплохая, как я уже говорил, пародия на ФНАФ 7. То есть Ultimate Custom Night. Здесь не так много аниматроников, как во ФНАФ 7, то есть здесь их всего 16. Но у каждого есть своя хитрость, своя манера поведения. И графики для этой ФНАФ пародии тоже здоровская. Хоть и 2D-шная, но все равно очень приятная. Значит, мы в прошлом видео посмотрели всех первых, ну, первые 8 аниматроников. То есть ровно половину. Мы посмотрели Тенада, Луна, Кортес, Эндер, Дэсхорс, Найтмерина, все правильно, и Спайдер, а также Пиксель. Уф, готовьтесь. Сегодня будем смотреть остальных. Значит, Санни. Внешне очень похоже на лисичку какую-то. Что она делает? Так, она сидит в бойлерной. Камера 5. Мне нужно делать резет бойлерная, да? То есть перезагружать как-то бойлерную, тогда я типа ее, видимо, смогу останавливать. Окей, хорошо буду знать. Дальше. In the shadow. Shadows, то есть во тьме. Да почему во тьме-то? В тенях, в тенях, в тенях. Он в тенях. Значит, он начинает движение на камере 1, и он идет по правой стороне здания. Угу. Мне нужно запирать двери, да? Используй свой фонарик. А, используй флешбека, то есть маяк. То есть эту вспышку на камерах, чтобы его отправить обратно, правильно? Или он меня убьет? Ну, он, я так понимаю, идет именно по правой стороне. Нужно правую сторону чекать больше. Так. Пангл. Пангл, он стоит в Metalworks Room. То есть камера 11. Он деактивирован. Нужно нажать на него, на его часы, и установить. Синхронизировать, видимо, с часами внутри игры. Охренеть. Давайте. Давайте. Гоу. Вот первая тройка пошла. Значит. Бойлерная. Нужно ее перезагружать. Затем устанавливать часы на... У этого пангла. И мониторить коридор и делать вспышки, правильно? Так, погнали. Камера 11. Там кто? Что-то я забыл. Подожди, где? А вот. А, вот. Это время. Нужно его синхронизировать. Ага. То есть, сколько у меня, столько я и должен ставить. То есть, я его должен проверять каждый час, да? Как только время... Время меняется, я должен менять и часы на нем. Блин, круто. Интересная механика. Так, дальше. Камера 5. Это... Здесь Асанни, да? В Бойлерной. Что-то это там делает. Судя по ее всяким рукам и всяким отросткам, реально, это очень похоже на мангл. Мне нужно сделать вот так вот, резать. Ага. У меня только что стадия менялась. Хорошо, с этими разобрались. Мне... Не нравится мне фонарик. Мне не нравится, что мигает мой фонарик. В квартире. Так, подожди. Правый коридор. Это где? Это здесь? Где правые коридоры? Он начинает с камеры 1. Вот отсюда. И он уже, по идее... Ахахахаха! Он ушел! А кто меня убил-то? Кто? Кто это был? Из этих двух. Но это точно не с Ани. Так. Нет. Да, меня убил, видимо, пангл. И как это так получилось? Потому что час прошел. Хм. Так, еще одна попытка. Погнали. Вот он. Он ушел только что. Вот как он идет. Так, у меня здесь Резет Буллер нужно сделать. Тихо-тихо. Значок восклицания. Не пропустим. Значит... Вот первый аниматроник... Он идет чисто по левой стороне. Что-то... На карте... Ну, в описании по праву он идет. А здесь он идет по левой. Я его за каждую вспышку, как бы, видите, прогоняю в начальную... позицию. Так, два часа. Ставим ему два. Окей. Тут вообще все на внимательность. Нужно за ним постоянно следить. За этими жуткими аниматрониками. Так, тихо. Сиди. Так, он пока не уходит. Он, короче, выползает... Этот аниматроник из какой-то ямы. И постепенно идет ко мне. Бам. Так. Она пока без движения. Хотя нет, повернулась ко мне. Интересно, сколько у нее стадий? Потом он будет с восьмой, наверное, на шестую пойдет. Отсюда, наверное, на восьмую. И потом он меня убивает. Бам. Нет, меня так просто не взять. Так. Ну, раз пока я жив, значит, я все делаю правильно. Три часика. Бам. Ставим ему три. А, ни хрена, она уже уходит. И выживаем дальше. Ага, видите, когда я камеру переключаю, у меня бойлерная не сбрасывается. То есть нужно ждать. Она уже почти ушла. Тут нужно стоять вот на этой камере и ждать, пока она... Бам, видите? Обновиться только потом можно переключать. Такая вот хитрость. Время-то уже тем временем пять. Так, делаем ему пять. Я такую тактику неплохую разработал. То есть... Бойлерная еще, видите? Влияет на температуру. В нижнем левом углу, когда она там что-то делает плохое в этой бойлерной, то у меня температура растет. Я просто держу, кстати, камеру номер семь. Это первая стадия. Первая комната, куда бежит аниматроник тот сверху, да? Которого мы ослепляем. Я постоянно полю эту комнату. Попутно обращаю внимание на температуру. Когда она достигает примерно 100 градусов, я обновляю бойлерную. Ну и периодично проверяю и освещаю этого аниматроника. Главное не держать планшет постоянно открытым, потому что энергии, видите, у меня же сколько? Всего пять процентов осталось. Это я еще двери не запираю, вот эти вот. То есть я уже как бы не совсем правильно играю. Так, этих трех я освоил, но опять же, смотрите, прям впритык. А если будут все остальные аниматроники еще лезть ко мне там в двери, в шахту, или там фонариком подсвечивать нужно будет, представляете? Мне тупо не хватит. Так что нужно как-то сократить расходы. Так, этих убираем. Значит, БВ-1 и Джордж. Так что не делает БВ-1. Он идет вверх по лестнице на камере 8Б. Использую камеру Бэкон, то есть... Ага. То есть опять нужно его ослеплять. Если он придет ко мне в офис, то он распылит какое-то токсичное, видимо, испарение. И после этого будет активен, активирован Джордж. А Джордж... Что он делает? Он появляется на камерах. Мне нужно также использовать маяк на камерах, то есть подсветку, чтобы он исчезал, да? Если я буду смотреть на него слишком долго, то он меня убьет. Понятно. Так, активируем его. Дальше. Валентина. Она очень быстро бежит ко мне в офис. Типа через окно. Иногда в ночи. Мне нужно использовать дверь, чтобы ее остановить. То есть я буду ее палить в окнах. И туда, куда она бежит, видимо, там ту дверь и запирать. Я понял. И заплорд. Так. У меня будет выводиться какая-то Pac-Man мини-игра. На мониторе, да? Мне нужно использовать стрелочки, чтобы что-то там сделать. Любопытно. Давайте. Погнали. Вторая тройка. Посмотрим, что они себе представляют. Предыдущая тройка, кстати, она прям сильно... Мотивирует меня проявлять внимательность и высчитывать в башке, что там вообще нужно нажимать. И по времени что задействовать. Так. Шорт побери. Какая-то типа мини-игра будет здесь. Так. Проверяем. Камера 8B. Что-то здесь. Там БВ-1 должен появиться. Вот он, да? Использую камеру и я его прогоняю. Окей. Мне любопытно узнать, какая у него траектория будет. Дальше в окне кто-то должен бегать. Дверь запираем вот так. Камеры, так понимаю, лучше всего держать. В данном... Чёрт, я не ту дверь закрыл. Чёрт, я хрена побежала, видали? Понеслась, блин. Я по привычке на D нажал, как вот в FNAF 7, там же на D вроде как... Запирать вроде двери, нет? Нам было на E. Ау. Тут нужно играть за Пакмена. И нужно фрукт, видимо, собирать, да? Здорово. У меня игрушка про Пакмена внутри игры. Нет, это как-то... Чёрт. Это как-то хардкорно. Вы не находите? Ладно бы как-то нажать, там тыкнуть. Нужно прям через лабиринт пройти. А учитывая, что порой счёт идёт на секунды... Это unbelievable. Это impossible. Надеюсь, в это время никакой аниматроник там не бегает. Правильно, надеюсь, они жалятся надо мной и в это время не будут активничать остальные аниматроники, пока я там игру прохожу. Было бы здорово. Это... Кошка бегающая дикая тоже меня напрягает. Здорово, как дела? Прочь. Так, тихо, тихо. Два часа, друзья. Выживаем. В общем-то... С этой тройкой я разобрался. Кошку... Понятно как... А чё будет, если, допустим, Пакмена попаду? Попаду. Так, а чё, меня убивают? Мене убивают какой-то огромный Пакмен. Если меня ловит этот привидение... В игре. Охренеть! Охренеть! этим временем 5 утра и я продолжаю выживать пиво содовую нажимаю на носик клоуна прогоняю этого аниматроника как там bv1 ну и прогоняю кошку бегающую дикую и покойном играю здесь в игры куда он делся он кричит ну все по идее я освоил и этих самое хреновое самое трудное это когда они все вместе будут это уже полнейшая жизнь да мы прошли еще одну тройку и еще 300 очков осталось последние финальные два аниматроника давайте посмотрим на них и это халф скал и брэди значит халс карл что он делает в изображении появляется рандомно у меня на камере ночью мне нужно переключить камеры окей или отпустить планшет не ждет все это во время да я так понимаю ладно разберемся и брэди подожди подумал за него же 200 дают а был просто еще активен у меня bv1 так ладно он и брэди он медленно движется через левую вентиляцию да ко мне в офис я его не могу не услышать не увидеть мне нужно использовать только камеры монитора чтобы его позади он распола расположен мне нужно просто вовремя запирать шахту так хорошо давайте погнали то есть его не слышно и не видно или подожди до ними не видно имеется ввиду его визуально не видно в шахте мне нужно полить его только по камерам это дико неудобно сделаны типа то есть минут переключиться на другие камеры и вот здесь вот его полить счет в теории мне это понимаю что не нужно держать в основном две камеры активной извините что камера вот 8b очень ходовая то есть вот из этой ям помните аниматроник да он идет на седьмой вот здесь я обычно его спугивала потом он идет на восьмую камеры здесь вались на сбоку появляется да то есть можно в принципе седьмой не чекать если два этих аниматроника активны то можно вот 8b чекать и все и здесь обоих прогонять и особо сильно не переключать но этого брэдди нужно полить только на другой камере да вот здесь может полево идет вот такой лифт и лесенка я пока не знаю их можно нажать но они ничего не дают окей где этот халь халиф скул были халиф скал я пока не вижу просто нужно закрыть и открыть правильно окей либо закрыть и открыть либо отчетами в корзине теле пузик или мячики открыть и либо просто перед ну переключить камеру правильно вау вон он был в левой шахте то есть он идет не по правой стороне его по левой или вообще по всем сторонам что я не въезжаю погодить блин ну это это конечно хреново что он на разных где-то мне допустим я у меня все аниматроники активны да многих можно определить здесь по звуку либо по виду но там где нужны камеры можно держать камеру либо 8b либо просто переключаться и полить вот эти вот две камеры около меня и все а потом быстренько обратно на б и полить их там ну остальных аниматроников примерно как-то так ну-ка делаем быстрый обход вон он лезет подожди он все еще лезет по левой стороне то есть чисто в теории ты чё чисто в теории он все-таки идет по левой стороне они по правой или это правая может это относительно другой стороны имеется виду что типа вот правая сторона так допустим я запер стучись лезет ко мне смотрите он чем-то напоминает голден фредди так лады оффлайн что он убивает камеру что ли он у меня убил камеру мне не нужно переключать мне нужно просто лучше опустить планшет поняли что это череп делает он короче вырубает камеру нафиг походу дело навсегда и починить эту камеру я больше не могу а это хреновое явление так ну лишний раз нужно подтвердить по какой стороне бежит брэдди пока вроде бы это вот эта вот шахта левой стороны от меня да и до сих пор идет там значит эту камеру можно особо сильно не чекать то есть 2а камера переключаемся на обычный и 8b чекаем так это как-то долго он заходит ты убери голову свою половина головы половина черепная коробки блин слушайте он как-то долговато здесь стучит ждет нападение я столько энергии трачу на нем ну в общем вроде бы я этих ребят тоже освоил давайте доживаем ночь вот и все ну окей хорошо вроде пока в голове у меня все это сохранилось надо третью серию еще снять и попробовать пройти чтобы было больше аниматроников пока это было всего лишь две ознакомительные серии мы посмотрели как действуют местные аниматроники какие-то здесь в общем-то нетрудные какие-то муторные надо не забывать что еще шкатулку здесь нужно заводить перезагружать систему ослеплять кучу блин этих и следить за звуками с какой стороны смех куда бежит кот надо еще вот те руки помните фонариками подсвечивать пауков прогонять черт здесь будет явно не скучно но пока мой рекорд 300 очков большое всем спасибо за внимание ставьте лайки поддержите мое видео друзья и непременно вступайте в группу вконтакте ждите третьей серии будем экспериментировать и больше очков получать и в итоге в итоге должны пройти всех аниматроников в активности заработать 1600 очков всем желаю добра и позитива всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok